Моя мама не разрешает мне жить с мужчиной, если я не замужем. И мы, наконец, все вчетвером будем полноценными гражданами Соединенных Штатов Америки. Я официально Ольга Рохас. Рохас Ольга Сергеевна. Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас. И сегодня мне бы хотелось поделиться с вами своей историей от визы в США до гражданства, которые я получила буквально неделю назад. Сегодня ответственный день. Я очень сильно переживаю на самом деле. Я не знаю даже почему, потому что, ну, вроде, к экзамену подготовилась. Но как-то, не знаю, волнительно. Все равно потеют мадошки. Да, я беру с собой телефон. Камеру брать не стала, просто потому что она не влезет в маленькую сумку. Да и, скорее всего, даже телефон мне придется выключить, потому что туда нельзя заходить с включенным телефоном. Но, конечно же, я вам все расскажу, когда выйду, какие вопросы задавали, что было. Вообще, как это все происходит. Потому что мне кажется, что процесс получения гражданства Соединенных Штатов, ну, это такое серьезное дело. На самом деле, я никогда не думала, и это никогда не было моей целью, мечтой. Но так получилось, что я очень радуюсь этому событию, просто потому что хотя бы будет гораздо проще путешествовать. Хотя в 2021 году какие путешествия. Ну, в общем, не знаю. Все равно, когда у всех членов семьи в моей маленькой семье есть паспорт, конечно, это облегчает процесс. Если вдруг мы куда-то хотим съездить, я не знаю, путешествовать, или, может быть, мы хотим пожить иногда в какой-то другой стране, то это, конечно же, наличие моего паспорта не будет нас останавливать от таких приключений в жизни. Поэтому этого момента мы ждали, мы ждали всей семьей. И мы, наконец, все вчетвером будем полноценными гражданами Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день идет май месяц 2021 года, поэтому все, что я буду говорить, будет актуально именно примерно в этих датах. Мой путь в Америку начался с программы Work and Travel в 2010 году, который я совершила три раза в 2010, 2011 и 2012 год. Три года подряд я ездила в США по визе Work and Travel, которая позволяет тебе приезжать в Соединенные Штаты, работать, а потом отправляться в путешествие. Это классная программа для студентов, которые хотят попрактиковать язык. Это, на самом деле, самый бюджетный вариант остаться здесь в Соединенных Штатах на несколько месяцев, так как вы имеете право работать, поэтому вы нарабатываете определенные деньги, средства для того, чтобы потом примерно месяц отвезти для того, чтобы путешествовать. Каждый для себя организует это время по-разному. У меня было именно в классическом варианте, особенно второй год. Первый год получился так, что мы очень поздно нашли работу, поэтому я много провела именно на работе, не успели мы почти попутешествовать. А в то время как второй год был насыщенный на путешествия, это год, когда я из Нью-Йорка, где я работала, слетала в Калифорнию, я летала во Флориду, в Майами, и это был очень интересный опыт. В третий раз, это был уже 2012 год, это год, когда я уже была вместе со своим будущим мужем, на тот момент это был мой бойфренд, я уже прилетела к нему, мы были вместе, это было такое пробное лето на нашу семейную жизнь, я побыла здесь три месяца в Нью-Йорке и вернулась обратно для того, чтобы закончить университет, на котором я училась бесплатно, и мне не хотелось терять такую возможность закончить. Как хорошо, что я это сделала, потому что потом я смогла эвалюировать свой университет России, и мне дали магистра. Но это совсем другая история. Я хотела все-таки вам рассказать свою историю иммиграции, когда я уже переехала. В 2013 году, в январе месяце, я была пятикурсницей, и я понимала, что пятикурсникам, скорее всего, уже по work and travel не дадут никакой визы, так как это летом, тебя ничего не держится в этой стране, в России. Я уже много лет была в США, то есть я хорошо знала быт, я закончила, заканчивала и закончила бы на тот момент факультет иностранных языков, соответственно, я очень хорошо разговаривала на английском, и все эти факты, то, что я молодая русская девушка, они указывали на то, что, скорее всего, я захочу остаться в этой стране. Поэтому было принято решение на семейном собрании, что я буду получать уже в четвертый раз, но теперь буду получать просто обычную туристическую визу. У нас была такая история, что мой брат в то время работал в Ситибанке в Москве много лет, и мы придумали такую историю о том, что я полечу в США, в город Нью-Йорк, вообще в целом в США, американский, как мы знаем, Ситибанк это американский банк, соответственно, я буду показывать своему брату Соединенные Штаты, а он так любит этот банк, что хочется знать, откуда все берет, в общем, начало и истоки. Такую историю мы придумали. Специально я проходила собеседование именно в январе месяце, пока я еще была студенткой. Мы указывали то, что мы полетим с ним примерно в марте месяце, то есть пока я еще находилась в Соединенных Штатах. Конечно же, после того, как мы получили визу, я просто не могла в это поверить. Это был решающим таким фактором, быть или не быть нашим отношением с моим уже теперь мужем. В тот момент я очень сильно переживала, потому что шансы в том, что мне откажут, были очень высокие. Да, опять-таки говорю, русская, молодая, слишком знает хорошо Америку, английский язык у нее хороший. В общем, все факторы, которые показывают на то, что, скорее всего, я останусь здесь. И вот уже, получается, мы отменили все брони, которые мы делали на момент подачи заявления. И примерно в начале августа 2013 года я действительно полетела вместе со своим братом в Соединенные Штаты. То есть мы продолжали реально эту историю, которую мы создали изначально. Потому что хочу вам напомнить, что получение визы США, оно не гарантирует въезд в Соединенные Штаты. Виза дает вам возможность быть рассмотренным, как кандидатура, на границе. То есть они, в принципе, оставляют за собой право развернуть вас обратно и отправить, откуда вы прибыли. Поэтому мы продолжали с этой историей. Мы продолжали с историей о том, что я приехала показать на две недели моему брату Соединенные Штаты. И тут произошла такая ситуация перчик, когда я прилетела с большим количеством чемоданов, потому что я знала, что я переезжаю. И когда они уже на выходе посмотрели, что у меня четыре чемодана, они спросили, ну, на двоих с братом, что как бы имеет место быть, может быть, я фэшн-блогер, да? Но тогда еще в 2013 году это не сильно существовало, но всякое может быть. Я сказала, когда мне спросили, насколько вы прилетели в Соединенные Штаты, я сказала, что мы прилетели на две недели. Они посмотрели на количество чемоданов и отправили нас на дополнительную проверку, где у меня нашли некоторые продукты, мне дали большой штраф. В общем, была такая ситуация немного стрессовая, я понимала, что я хожу по лезвию ножа, я это сделала зря, просто до этого мне никогда не промеряли чемоданы, и я, в общем-то, шла уже как... Это было много раз, я думала, что и в этот раз прокатит, но не прокатило. Вот, ну, в общем, отделалась я всего лишь штрафом в 300 долларов, которые благополучно сразу же заплатила и вышла уже к Чамару сюда на землю американскую. Вот, и, конечно же, мы были безумно рады, мы понимали, что вот на воссоединении после двух с половиной лет отношений на расстоянии, которые были очень выматывающими, мы, наконец-таки, вместе. Я очень сильно волнуюсь, поэтому не снимала утром, не было желания, хотелось сконцентрироваться. В общем, сейчас буду я готовиться. Когда я делала отпечатки пальцев, это предварительные процессы, когда подаешь награждаться, мне дали такой маленький буклет о вопросах, какие будут вопросы меня ждать. И я сейчас посижу и немножечко освежу. Конечно, я к ним готова. Это такие очень логичные, простые вопросы. Вот, но все же, ну, как-то, я не знаю, чтобы скоротать это время ожидания. Это выглядит такая вот книжечка, и здесь идут вопросики. Вот, например, в каких войнах воевала США, что, допустим, что такое Emancipation Proclamation, это все я учила, какие штаты, какие трайбы жили раньше. Ну, в общем, разные такие вопросы. На самом деле, все очень легко. Здесь их сколько получается? 100 вопросов. Ну вот, я даже готовилась к 128 в одном из приложений. Оставлю ссылку на приложение в описании. Ну, в общем-то, это тоже штучка полезная. Как мы и хотели, пока я находилась легально на земле Соединенных Штатов, мои родители в то же время тоже подали на визу, потому что мы знали, когда у нас, у меня будет, вероятно, и какой-то продолжительность времени непонятный статус, возможно, нелегальный, то получить визу моим родителям будет гораздо сложнее. Именно поэтому мы с родителями так все подстроили, чтобы полностью у всех членов семьи была виза на момент, когда у меня будут решаться все эти миграционные вопросы. Что мы и сделали. Получается, что 2013 год, это был год, когда я в августе месяце переехала в Соединенные Штаты, уже прям 100% со всеми чемоданами. Тогда уже мой муж знал, что на момент до того, как я прилечу, мы с ним обсуждали, что если я сюда прилетаю, то, соответственно, наши отношения должны перейти на какой-то новый уровень, да, и я в шутку ему говорила, что, ну, в каждой шутке есть доля правды, что моя мама не разрешает мне жить с мужчиной, если я не замужем. Вот, это было постоянно в наших отношениях, я ему всегда об этом напоминала, и, в общем-то, не возникло никаких вопросов. Мы понимали, что нам сейчас нужно жениться, и нужно играть свадьбу для того, чтобы, ну, в общем-то, для меня, для личных моих соображений, которые, в общем, мои ценности, да, подкрепления, и в целом легализироваться для того, чтобы я могла спокойно проживать в США. Но была маленькая проблема. Проблема заключалась в том, что мой муж не был гражданином США, а он был лишь только владельцем грин-карта. Грин-карта указывает на то, что вы имеете право на постоянное проживание в Соединенных Штатах. В принципе, вы обладаете практически всеми легальными правами американца, кроме того, что вы можете голосовать, участвовать, то есть, в выборах Соединенных Штатов. И второе, очень важный фактор, который для меня был ключевым, для чего тебе нужно гражданство. Потому что ты, если являешься обладателем грин-карты, то ты не имеешь права уезжать из страны более чем на полгода. Иначе у тебя могут поставить твой кейс под вопрос и забрать у тебя грин-карту. Соответственно, лишить тебя возможности легализироваться. И это, на самом деле, не очень приятная ситуация. Но вернемся к моей истории. Когда я прилетела в 2013 году, мы достаточно быстро организовали свадьбу. Уже 17 января 2014 года у нас была свадьба. Я еще находилась в легальном статусе как туристка. И уже практически сразу мой муж подал документы на... В общем, называется что-то вроде воссоединения семьи. Но это мне не давало никакого легального статуса. Только я и что мы начали этот процесс. Знаете, я вопрос начала учить только вчера вечером. Но платье... Я купила заранее. Такой чисто женский подход. Что на такое важное событие нужно? Важно платье. Ну вот. Я всегда мечтала о таком зеленом платье. Я хотела немножко более эмераль. Ну как эмераль, да? Изумрудного цвета. У-у-у! Вот. Но, мне кажется, тоже красивое получилось. Я уже в Нью-Арк и иду в здание, куда... Где буду принимать мой экзамен с папочкой деловая. Я надела красивую маску. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Вот как выглядит здание. Где ты... Куда ты приходишь? Это находится в городе Нью-Арк. Ты приходишь, проходишь вот здесь, security. И, в общем-то, идешь наверх. Когда ты выходишь за представителя Соединенных Штатов, который не является гражданином, то есть он является только лишь... Наличие грин-карты у него есть. А в таком случае такие отношения уверяют офицеров иммиграционных, что ты не конкретно заинтересованный человек в гражданстве. То есть, действительно, тебе, то, что я вышла за него замуж, никаких легальных бенефитов я за это не получила. Получается, что весь 2014 год, весь 2015, половина 2015, то есть почти полтора-два года, я находилась в Соединенных Штатах, ну, в таком полулегальном состоянии. И статус мой был неопределенный, то есть он был в транзиции. Я не выезжала из страны, я не рисковала. Но мы путешествовали внутри Соединенных Штатов. В принципе, на тот момент у нас никаких проблем не было. Мы путешествовали, используя свой русский паспорт. В принципе, ты должен быть реально несчастливчиком, чтобы тебя там проверили. И мне повезло, мы путешествовали, не было никаких проблем. Но все же я решила, что за пределы страны я выезжать не буду. Когда в 2015 году, в августе месяце, мой муж получил гражданство Соединенных Штатов, мы сразу же подали на мое гражданство. То есть в августе, примерно в сентябре, мы подали на мою грин-карту, для того, чтобы легализировать мой статус. И уже в течение 3-4 месяцев после этого меня вызвали на отпечатки пальцев. И в январе 2016 года я забеременела своей первой дочерью. И уже когда я была на 5-м месяце беременности, в июне месяце, 5-6 месяц, нас пригласили на собеседование. Это очень тоже пикантная такая часть истории. Потому что, если вы знали, возможно, слышали, что для того, чтобы получить тот или иной иммиграционный статус через замужество, вам придется пройти интервью, которое будет вас тестировать на реальность ваших отношений. Почему так? Дело в том, что в Америке есть огромное количество фиктивных браков, которые заключаются только с одной целью, чтобы пойметь американское гражданство. Это, на самом деле, такой черный распространенный бизнес. Мое огромное количество знакомых через это проходили. Американцы давали, иммигранты платили и брали. Примерно средняя цена на такой процесс, который тебе помогает легализироваться, то есть на такое фиктивное замужество, примерно составляет, конечно же, вариации есть разные, но примерно около 20 тысяч долларов. Ты можешь заплатить, в общем-то, американцу, и вы поженитесь, и это даст тебе статус. Но именно для таких пар было сделано такой тест в виде вашего собеседования, где вы приносите все доказательства в виде фотографий, общих банковских счетов, в виде подачи общих налогов, каких-то историй. В общем, все, что может доказать реальность ваших отношений. И действительно, когда это реальные отношения, то это достаточно странно к этому готовиться, но когда фиктивные отношения, то я знаю, что ребята очень сильно готовятся. И на самом деле, когда ты идешь на такие собеседования, офицеры иммиграционные, они понимают, что если ты будешь идеально отвечать на все вопросы, то, скорее всего, это что-то тут нужно ставить, какой-то вопросик, потому что очень часто случается так, что обычные пары не знают каких-то простых вещей, просто потому что, ну блин, кто знает, там, я не знаю, мужчины обращают внимание на какие-то тонкости. Например, то есть, получается, в июне 2016 года нас пригласили на собеседование, я одела самое обтягивающее платье, у меня уже был такой небольшой, но все-таки видно было, что это животик, и нам досталась иммиграционный офицер, она была полячка, молодая девушка, она была настолько строгая, она нас мучила 40 минут, она задавала всевозможные вопросы, которые ставили просто в тупик и меня, и мужа, и всех нас вместе взятых. Я пришла в туалет после интервьюшки, в общем, я загадывала, я не знаю, это работает, но у меня лично работает, я себе загадала, молодого парня, современного, и чтобы задавал вопросы про географию. Ну что вы думаете, мне такое попалось, попался молодой парень из Порта-Рика, он со мной заигрывал все интервью, сказал, что я самая красивая вообще русская девушка, которую он встречал, мои глаза, как кто этот счастливчик вообще, что такое, почему я еще не разведусь с ним, короче говоря, это был прикол, он просто подкатывал, не нажить на нас, вот этот парень, вот, но все прошло очень мило, мне задали 6 вопросов, вопросы были, ну, реально, вот как я загадывала, такие легкие, такие мне достали. Он сказал, какое было Supreme Law of the United States, это Конституция, потом, какой океан в East Coast, понятное дело, Atlantic, потом он меня спросил, что делает cabinet, он advises the president, потом, что еще он меня спросил, one branch of the government, я написала vice president, потом он спросил у меня имя нашего vice president, это Камала Хэрис, и, по-моему, все, это уже 6 вопросов, может быть, какой-то один я пропустила, но реально было так легко, я ему рассказала про то, что там я учу языки, что я там учительница, в общем, в основном мы разговаривали о том, что я говорю на многих языках, тема про языки и пилингвизм меня везде спасает. Первый вопрос, на котором повалился Чамару, был о том, сколько, как полное имя твоей жены, он назвал полное имя, но забыл про отчество, его-то уже тогда, ну, это такие вещи, которые на самом деле нормально не знать. Хотя она, люди настолько, эти иммиграционные офицеры, они настолько натренированы на то, чтобы люди должны быть людьми, а не роботами, и знать все, и отвечать, вот просто как заученное, что это дает, вот определенно, какое-то понятие того, что вы реальная пара. Про фотографии она нас даже ничего не спрашивала, но она попросила телефон моего мужа, и чтобы он показал там несколько фотографий просто там давнишних из своего телефона. Она посмотрела все наши документы, налоги, тогда она позадавала много вопросов моему мужу о моей беременности, где мой врач, и мой муж ничего не знал, это был на самом деле очень неловкий момент, он не знал, как зовут моего доктора, но я не знаю, какие реально мужики, все же ли мужики знают, мужчины, точнее, я так и сказала, мужики некрасиво, все же ли мужья знают имя этого его доктора. Не знаю, как-то странно я, в общем-то. В общем, были много моментов, которые у нас был, в общем, не очень ровно, но в любом случае мне одобрили грин-карту, ее дали, но не без приключений. И, кстати, всю вот эту историю, которую я рассказываю, есть масса других деталей, которые я буду сейчас рассказывать, вы можете почитать на моем инстаграме по хэштегу, я там пишу по частям всю нашу историю с пикантными подробностями, которые происходили, но все же в этом видео я тоже хочу поделиться. Так вот, когда они мне отправляли мою грин-карту, мы решили, мы как раз проходили, мы переезжали из одного штата в другой, и чтобы не менять, получается, офис из Нью-Йорка в Нью-Джерси, это заняло бы еще дополнительное время, мы сказали, что мы все еще живем в Нью-Йорке, хотя уже месяц как мы жили в Нью-Джерси, и мы попросили, чтобы мою грин-карту выслали мужа на работу. И что вы думаете? Они сделали ошибку в адресе, и отправили абы куда, и я не получила грин-карту, и в течение года я пыталась разобраться в этом процессе, я так ее не получила, грин-карта была потеряна, мне дали только лишь штамп в паспорте, который мне принес тоже массу истории, сложностей и проблем, они мне написали левую какую-то информацию в моем паспорте про какого-то сирийца, меня там потом на границе очень часто держали. Ну, в общем, вся вот эта история, она была настолько красочная, настолько интересная, что я даже посвятила целый хэштег на своем инстаграме. И на самом деле проблема заключается в том, что они, то есть иммиграционная служба, они понимают, что самый заинтересованный человек в гражданстве, в грин-карте, ты являешься ты. И то в любом случае, даже если они допускают ошибку, то все равно в любом случае платить будешь ты за эти ошибки. И когда я созвонилась со своей подругой, которая тоже является иммиграционным адвокатом, она мне сказала, что не надо там доказывать никакую их вину, просто-напросто подавай заново на грин-карту, как будто бы ты ее там потеряла, и, в общем-то, платить заново за грин-карту, которую тебе ее так или иначе вышлет. Вот, я заплатила заново за весь процесс, это примерно, сейчас точно не помню, но это что-то около 800 долларов, по-моему, чтобы опять меня вызвали на отпечатки пальцев, я заполнила и мне дали. Грин-карту выслали, она у меня уже имеется. Но, так как у меня была история о том, что грин-карта однажды была утеряна, меня постоянно отправляли на границы, в эту комнату для подозрительных личностей, и я уже знала всегда, когда подходила, ну, давайте, отправляйте. И они уже сами смеялись, они понимали, что и я, и они понимают, что это такая вот условность, которую нужно пройти, это причинило нам массу неудобств. Опять-таки, в своем инстаграме я это все рассказываю, такие более смешные истории, но факт остается фактом, что если ты вышла замуж за человека, который еще не является гражданином, то тебе дают грин-карту сразу постоянную. То есть, если бы я вышла за гражданином, то мне бы дали только временную грин-карту. А так как я вышла не за гражданином, и мы уже прожили в браке определенное количество времени, то мне сразу дают постоянную грин-карту. И я уже имею право подавать на гражданство, через, получается, 3 года после того, как я получила грин-карту. Вот, что, в принципе, и я сделала. Но когда был момент, что в 2019 году я могла подавать уже на гражданство, я как раз была беременна своей второй дочкой. И все вот эти сложности, чтобы, да, нужно заполнить анкету, нужно разобраться, заплатить, это тоже очередная 1000 долларов. Все эти сложности я решила оставить на потом. Я же ведь не знала, что будет 2020 год вместе с ковидом, когда все, вообще, все встанет. Вот, поэтому, когда моей дочери исполнился уже год, я стала немножко посвободнее, уже мозг, так скажем, проветрился от всего этого грудного вскармливания. И я в январе месяце 2020 года подала на гражданство самостоятельно, без адвокатов, потому что, на самом деле, это несложный процесс, просто в YouTube забиваешь, и тебе, на самом деле, уже могут дать любые полезные советы, как это делать. А в 1000, получается, сразу же, буквально через, наверное, месяц или два, меня вызывают на отпечатки пальцев. В конце февраля я ходила, в конце февраля 2020 на отпечатки пальцев. Потом в марте бахнул ковид, и все встало, весь процесс встал, никуда никто не двигался, кейс заморозился. И только уже, получается, в март 2021 года, спустя год, мне сообщили, что 23 апреля 2021 года мы приглашаем вас на натурализацию, это называется, то есть на собеседование очередное, там уже буду я одна, в течение этого собеседования у вас спрашивают, делают тест на знание истории, географии, политической системы, знание на письменную систему английский, да, и на чтение английского языка, а также просто спрашивают у вашей ситуации, что там вообще происходит, где вы работаете, чем занимаетесь, то есть реально ли вы хороший кандидат для того, чтобы вам дать гражданство. 23 апреля я подготовилась, особенно я подготовилась платьем, я купила платье заранее и как-то отнеслась к этому. Тест очень, не то что не серьезно, но мне кажется, вот эти 100 вопросов, которые там есть, ну это все настолько, у меня за один вечер я это все посидела, ну хорошо, за два вечера я там поучила в приложении, оставлю ссылку на приложение в дескрипшене, да, в описании под видео. На самом деле это на все так легко, мне показалось, что гораздо сложнее был весь другой процесс, нежели сам день экзамена. Я в туалете, поэтому не обращайте внимания на всякие звуки, я зашла в туалет рассказать вам быстро, что меня ждет дальше, я сейчас сдала экзамен, письменный тест у меня был, и был еще прочитать меня про каламбас, где он попросил. Сейчас я иду обратно в зал и буду ждать, когда меня вызовут на клятву, и оттуда я выйду уже с сертификатом, и вообще я, а Марикатка, вот, поэтому волнительный день, и самое, ребята, главное я расскажу вам после того, когда я вам покажу очень важную вещь, которая изменит мою жизнь, я вам покажу после того, как я сделаю клятву. Есть одна очень важная вещь, которую я очень хочу с вами поделиться. И в этот же день я пошла на клятву, и на получение вот такого сертификата, который говорит о том, что я, кстати, я здесь уже Ольга Сергеевна Рохас, я поменяла свою фамилию, официально теперь моя фамилия Рохас, и я должна буду поменять абсолютно все свои документы на эту фамилию. Я этого не делала, когда мы расписывались с мужем, была такая возможность, да, когда ты расписываешься, когда выходишь замуж, потому что я понимала, что я не смогу вылететь в другую, в свою страну, чтобы поменять и русские документы тоже, поэтому я оставила смену фамилии именно на гражданство. Сейчас мне предстоит сменить мои права, сменить мои social security, в общем, все остальные документы, которые нужно. я решила, что эта фамилия мне принесла очень много приятных, важных событий в моей жизни. Для моего мужа это абсолютно не важно, какую фамилию я имею в их культуре, это не имеет никакой важности, берет ли жена твою фамилию или нет, но для меня почему-то вот я захотела, и это было достаточно спонтанное решение, принятое прямо там в кабинете, но в которой я немного об этом обдумала, но все же я решила взять фамилию мужа и быть объединенной, вся наша семья одной фамилией. Тем более, когда я живу в США, моя фамилия Девича Савельева, она очень сложна для произношения американцев и любых других людей, что Рохас для всех очень прост. Вот так выглядит Нью-Арк, это на самом деле не самый район, который красивый и безопасный, это очень много здесь живут афроамериканцев, но в целом это, наверное, самая приличная... Ауч! Чуть не упала улица здесь. Вечером я бы вам не рекомендовала здесь гулять, просто потому что район один из самых криминальных в целом в Америке, поэтому не рискуем. Ну хорошо, что все вот эти дела иммиграционные, они все всегда с утречком. Вот, и здесь такой красивый, достаточный район, очень похожие все государственные здания Соединенных Штатов, они похожи как в Вашингтон, Д.С., если кто был. В принципе, мне кажется, любой даундаун-город похож именно на это. Вот по соседству стоит такой сити-холл. Это, как правило, здесь женятся. Такой, знаешь, это как мэрия, что ли? По-русски бы это называлось. Это все примерно находится на одном месте. Обычно это все в даунтауне города. Хочу вам показать, как выглядит Нью-Арк немножко. Здесь, конечно, основное население это черные, либо латиноамериканские, американцы. Вот там видно товарищей бездомных, которые там тусуются. Вот. Здесь, конечно, ну в основном это бедное население такое. У-у-у, я стою на зеленый, не еду. Кукусики. Сейчас меня там сзади все сказали, что за курица. Ха-ха. Вот. Ну просто хотела вам показать маленько Нью-Арка, как он выглядит. Интересный, но не самый приятный райончик, скажем прямо. Навигатор показывает, что мне осталось 5 минут. 5 минут. А вот там, кстати, если присмотреться, видно Нью-Йорк. Кто меня поздравлять будет? Кто? Мама! С чем вы меня поздравляете? Меня поздравляю с днем рождения. С днем рождения американки Ольги Рохас, да? Да. С лошком вот таким поздравляешь, да? Тири-тири-ти-ти-ти-ти. Итак, для чего же я получила американское гражданство? Ну, прежде всего, я хочу отметить, что я сохранила русский паспорт тоже, так как русский... Россия дает возможность мультигражданства. А, кстати, американское гражданство вы можете получить только, если вы переехали как эмигранты, потому что, если ты здесь родился от американских родителей, то ты не можешь, ты должен оставить свое гражданство американское, чтобы получить другой паспорт. Ну, к счастью, Россия дает возможность сохранить и свой русский паспорт, и получить американский, и он дает возможность путешествовать по всему миру, большое количество стран, абсолютно без виз. Это, конечно, упрощает очень сильно путешествия, особенно когда все члены семьи имеют американский паспорт. Во-вторых, какую важную для меня лично составляющую метод американское гражданство, это то, что я могу находиться за пределами Соединенных Штатов на неопределенный срок. Если во время грин-карты я должна была не более 6 месяцев находиться за пределами, то сейчас я могу уехать хоть на 10 лет, а потом вернуться, если я захочу. То есть это подает свободу выбора, страны проживания для нас и для всей нашей семьи. Другие возможности гражданства, такие как голосовать, я не знаю, насколько для меня это актуально, потому что я стою вне политики, я общаюсь за мир во всем мире. Что касается налогов, сейчас я должна буду подавать налоги, даже если я буду зарабатывать в России, я всегда буду должна декларировать налоги США, но меня это не очень сильно пугает, просто потому что дело в том, что в США они тоже помогают. То есть когда случился COVID, Америка достаточно, я считаю, что достойно помогала своим гражданам прожить эти нелегкие времена, поэтому да, конечно, это неприятно платить налоги, но это часть системы, в которой мы живем, и с этим ничего не поделаешь. Огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, и мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!